Моё последнее такое решение, которое было принято, что все служебные расследования. Здесь у нас, к сожалению, нет начальника ГАИ города, нет ни его заместителя. К сожалению. Почему? Потому что с первого числа это подразделение переведено в прямое подчинение областное. Они административно и территориально находятся здесь. Владимир Иванович. Вы не слышите? А чего? Да? А не думал, у вас же нет. Начальник ГАИ, пожалуйста, всегда Владимир Иванович. Николай Николаевич Кривошеев, скажу вам так, пока камера не пишет, это его соперник. В чем соперник? Потому что уйма жалоб, которые к нам поступают, на действия работников министра, на то, как они якобы вымогают деньги, на то, как они нарушают служебную дисциплину внутреннюю, документируя правонарушения. Они действительно поступают. И моя позиция, я ее комментирую и Владимиру Ивановичу, и личному составу ГАИ, и Николаю Николаевичу, и его активисту. Моя позиция заобъективной, чтобы громадский контроль не мешал ГАИ работать, чтобы ГАИ не убегала от громадского контроля и называла черное белое. Вот моя позиция. Более конкретные факты и все, что считаю необходим, Николай Николаевич, пожалуйста, озвучьте. Кроме этого, скажу, мы Николая Николаевича привлекаем и не только тогда, когда у нас есть искра между отношениями работников ГАИ и граждан города. Мы его привлекаем и тогда, когда у нас есть искра отношений между работниками ГАИ и милиционерами, которые в трезвом виде управляют транспортным средством войны. Да, добыть тоже, чтобы там уйти от каких-то, знаете, третий форум и прийти к максимальной объективности, туда тоже приглашается Николай Николаевич с его активистами, он сидит головой кивая, может так или нет? Совершенно верно. Совершенно верно. Который присутствует при том, как останавливается работник милиции в состоянии пост-алкогольного действия. Проходят свидетельствования за рулем, есть определенные решения уже приняты, материал направляется в суд. Ждем решения суда. Ничего больше, ни меньше, ни улево, ни право. Цель одна. Объективно. Граждане, извините с этим количеством за рулем, они у нас нарушители административного порядка статистов 30-й, работник милиции, то же самое, гражданин, это мое мнение. А потом уже милиционер. Николай Николаевич, пожалуйста. Много нареканий вообще в судьбе госавтоинспекции, у активистов и у граждан. Госавтоинспекция должна заниматься предотвращением правонарушений. У нас госавтоинспекция занимается только собиранием фактов. То есть 9.6.111 приказа инструкции для работников госавтоинспекции предусматривают. Растошевание наряду службового автомобиля ДПС для здействия профилактических заходов в схеме маршруту патрулювания вызначается выключено на аварийно-небезпечных делянках в улично-дорожной мережи там в местах концентрации ДТП. У нас патруль ДПС в городе можно встретить где угодно, только не в месте концентрации ДТП, их у нас 4 на сегодняшний день в городе, и не на аварийно-опасных участках. Их у нас, согласно ответу того же, той же госавтоинспекции, их у нас 7. То есть они могут находиться где угодно, растошевывать патрульные автомобили, а растошевывают они их, это не секрет никому, на хлебных местах. Хлебные места появляются откуда? Вследствие плохой организации дорожного движения. Там, где водителям, особенно и на Городне, непонятно, как ехать, куда ехать, кого пропускать, чье преимущество. Этими пользуются недобросовестные работники. Это недавняя авария на улице Аношкина и Республиканск. Я когда на нее посмотрел, мне страшно стало. Перед моей машиной едет автомобиль ВАЗ-2306. Отличное производство или тридцать едет? У меня на глазах автомобиль с двух номерами ВВ Луганской области. Не останавливается, тут при выезде с авторостепенной на главную, не пропускает, не убеждает ничего, бьет ее просто в угол. Я когда посмотрел, мне просто страшно стало. Если бы там находилась супруга, жена или какой-то, извините, найдется гражданин, назвать бы его негражданином, который просто снесет все. И эта улица Республиканская, это факт. Это действительно, что на рынок, что с рынка. Они просто едут, я не знаю, счастливые или наоборот несчастливые, не обращая ни на то внимания. Еще раз, это факт. Ну, Владимир Иванович, тут тоже можно сказать, так, Владимир Иванович? Когда поступают целевые указания с управления ГАИ за подпись руководства области о том, что разместить вот там и вот там. Сейчас у нас имеются где посты? На выездах. На выездах с города, по понятным причинам. Это идет в разрез судового пункта, так, Владимир Иванович? Так или нет? Так, это очень долго, это так. Вот, вчера мы раскрывали, Николай Николаевич, я говорю по факту. Вчера мы раскрывали тяжкое преступление, в 15 часов сегодня будем комментировать. У нас работники ГАИ стояли вообще там, где у нас нет вообще аварийной опасности, обстановки. Мы выставляли их возле гаражных кооперативов, мы выставляли там, где нам необходимо было. Так что теперь нам? Нельзя этого делать, Саша? Я в следующий раз хочу вас взять вместе с собой. Вот у нас, где вы? Влад, где вы? Вот начальник криминальной милиции города, подполковник милиции, Владкий Виктор Васильевич. Щетинников поднимается. Начальник криминальной милиции района Заводского. Дальше, начальник уголовного розыска Андрей. Сорока и Шулевский, где? Вот, пожалуйста, замначальника розыска. Вот в прошлую ночь, я вам называю вещи своими нами, эти люди совершили наш маленький милицейский подвиг. По факту. Почему? Потому что три дня назад у нас пропал человек без вести. Мы это, слава богу, уже в новом формате. Первое. Не укрыли. Зарегистрировали. Открыли проваджение по безвести с Николом в быство. Вот. Провели мероприятие, несмотря на то, что у нас была получена информация, что его где-то видели. Вчера, позавчера. А на самом деле, после двухчасового обращения супруги, что он уехал из дома, он уже был труп. Ну, так вот, благодаря радио МИКОМ, для всех еще раз говорю, я позвонил, сказал, Кирян, большое спасибо, милицейская человечка. Сейчас ее нет, она будет в понедельник. Благодаря радио МИКОМ, когда пошла повальная трансляция о том, что мы ищем человека с машиной, с особыми приметами этой машины, то гражданин, который уже приобрел это транспортное средство, проявил тревогу, Николай Николаевич, и пришел, вы знаете, куда? К работникам ГАИ. Это по факту. Работник ГАИ, выполняя свои функциональные обязанности, не укрыл, не махнул рукой на это. Да, так, ладно. Потому что все они в схеме, ежедневно с ними работил. В выконании дар очень слечил их. Ставилась конкретная задача, выставили снаряды. Вопреки порой тем, тоже самое нормам, задержаны три человека. И среди них наш, не буду называть его убийцей, он подозреваемый. Орудие преступления изъято. У другого изъято пистолет, самодельный, револьвер, девять боевых патронов, девяти миллиметров. О, вот такие у нас граждане города. И один из них ранее судил. Вчера избрано меропресечения, содержание под стражей, он первый заместитель, начальник следствия, заводкового районного отдела. Так стало? Так точно. То бишь, я за понимание абсолютное того, чем занимается милиция, в зависимости от оперативной обстановки. Ну, абсолютно согласен, забирая вперед, потому что я, Николай Игорьевич, за вас кое-что скажу, потому что вы так стесняетесь. Ну, мы вас подучим. Вот. Другой вопрос. Стоит под выставленный работники ГАИ на одном участке, понятно, готов. Я не местный, но я уже понял, что там участок такой. Действительно, интересный. Стоят там, фишками пообставляют. Подъезжает активист, что ты думаешь? Не дожидаясь их, фишки в багажник прыгают, машина утекает. Раз сказал командир взвода, два сказал командир взвода. В следующий раз говорю откровенно. Саша вам, Николай Николаевич вам. В следующий раз уедут, накажу. В командир взвода. Согласны вы, Сангланова? Все. В следующий раз уедут. С командира взвода сделаем участкового в Багалейском районе на горплощадке. Вот там, где у нас проблемы. Ну, а что делать? Ну, я просто прошу понимания тоже с вашей стороны. Потому что работники ГАИ буквально недавно документировали эту ситуацию. Установили транспортное средство, перебитое. Машины двойные. Поставили номера. Работа вместе с вами взаимодействует. Киничное поведение гражданина в Украине, видя, что здесь стоит работник милиции. Что ты думаешь? Транспортировка транспортного средства на эвакуатах. Берет закрытую машину, бросает ключи, чтобы работник милиции пошел по дням. У нас присутствуют человеческие факты. То давайте называйте вещи своими именами. И вы, и мы. Мы должны прийти к чему? К качеству. Ведь мы же люди и культурные люди. Это моя позиция к начальнику милиции, как гражданин. Хотя, еще раз говорю, я вас вижу объективность. И слава богу, что вот есть такие, что мы эту картину уже начали смотреть внутри. А не тогда, когда ко мне просто вышло, уже было расследование. Расследование. Никто никого не мог. Нет, ничего. Вот встречная заявка, ничего, никто никого не мог. Станиславович. А теперь заявка такая есть. Резолюция Кравцова. Товарищ Седарь. Правоэстер-слухово-разледование. За участью представники романского контроля Кривошева ММ. Все. И сразу набираю Кривошева. Николай Николаевич, подключай. Ну, больше шансов на объективность. Ну, согласитесь. Больше должно быть больше. Профилактики среди личного состава, у того больше, больше, которые знают, что любая грубость на месте, любая попытка вылагательства, любая некультура, будет проходить таким вот разбирательством. Я думаю, день за днем, шаг за шагом мы придем к тому, что мы, извините, окажемся к чему, ну, наверное, партнерами, и, наверное, то, что действительно неразъединенное это все вместе. Вот мы все вместе, народ этого города, мы милиция, ну, завтра, может, будет назваться поле. Какая разница? Мы хотим жить лучше, мы хотим жить в большем порядке. Все. И взаимоответственно. Ветераны сидят с меня отсюда и думают, вот это времена. Да? Вот это времена пошли. Да, да, мужики. А что вы хотите? На классике, например, рука, а на шаг. О, правильно. Потому что мне уже, честно говоря, удовольствия нет от раскрытия этих преступлений. Ну, ты-то вчерашний отдал. Это классика. Конечно, это можно, честно говоря, вот, ну, вчерашний день это просто наслаждение. Но когда раскрываешь и убеждаешься в том, что за углом покупается все это, Господи, бьют беспробудно, и потом мы через неделю приходим к этому, потратив сумасшедшие человека часы, они ждут, никто не спят, все работают, злятся на меня, то, что я их заставляю, задаешь вопрос, зачем? Ну, зачем? Давайте организуемся и поставим тучки, чтобы они все знали, что есть вот такие, которые просто будут к этому непримиримы, бескомпромиссны. Кто бы не звонит. Вот и все. Спасибо, Пресадович. Николай Николаевич, извините, но все как-то вот было вот так. Он Саша потом тоже хочет. Я тут учился 4 года. Нет, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.